Итак, друзья, вчера у нас был вопрос, да, вопрос, мы немного, у нас противоречивая информация поступала, да, мы говорили по поводу бизнеса, ведения дел, торговли, заключения сделок, что сейчас у нас очень неблагоприятное время и что человек не видит симан браха, не увидит благословения в делах, которые он делает. С другой стороны, мы говорили, что если человеку, он не может не сделать бизнес, это привлечет какие-то убытки, или он это делает ради митцвы, или он это делает, да, потому что потом у него такой возможности купить не будет, эта вещь просто не будет продаваться. Много мы проводили примеров. Так, в этих ситуациях можно заключать сделку. Так, заключать можно, но будет ли в этом успех, да, был вопрос, многие готовят что-то или делают. Ответ очень простой, да, мы спросили у Рава, что везде, где Лефи Аллаха по закону, человек может делать сделку, он может работать, значит, и на него не распространяется, что у него будет хорошо, и на него никакие вот эти вещи с Мазалем тоже, да, к нему отношения не имеют. Окей, да, сегодня пойдем дальше, поговорим уже про неделю 9 авгу, проговорим про запрет стирки. Но прежде, друзья, прежде давайте несколько идей мусара. Итак, сегодняшняя мысль такая, ой, это была вчерашняя, так, написано в Талмуде, ой, извиняюсь, в Таилин написано, что человек, какой человек любим Всевышним, тот, который говорит Эммет Билваво, который говорит истину в сердце, недостаточно, чтобы человек воздержался только от лжи на устах, у него также не должна быть ложь в сердце, то есть думать о людях плохо. Очень интересно, есть такой запрет, в Торе называется «Бетседек тишпот этамитеха» – «Справедливо суди о ближнем». И да, и говорят наши мудрецы, что человек больше всего спотыкается в этом запрете, потому что справедливо суди, когда мы осуждаем людей даже в сердце, мы только в сердце думаем о нем плохо, а вот он какой на самом деле. Люди думают, ну ладно, я же ничего не сделал, и этот грех, он самый страшный, почему? Потому что человек не считает его за грех, и в итоге, когда он предстает на суде, ему говорят, слушай, а ты об этом человеке всю жизнь думал вот так, об этом думал вот так, а этого человека в этой ситуации ты признал виновным, «Бетседек тишпот этамитеха» – «Справедливо суди о ближнем». А что такое справедливо? Чтобы обладать справедливостью, надо знать все факты. Пока ты не знаешь, пока ты не в них ситуацию, не разобрался, как ты можешь просто сразу выносить какие-то суждения о людях? Мы когда этими общими фразами, Альбет, извини, пожалуйста, всегда оправдываем неправильные действия у любого человека, хоть меня, хоть меня в каких-то действиях, хоть другого. Этими красивыми фразами мы всегда оправдываем, как бы сказать, наши неправильные действия в синагоге, разговоры, телефоны, все такие вещи. И это красивые слова, всегда только оправдывание. Я так считаю. Нет, у этого закона есть целый схеман в Шульхана Рухе. Это закон Торы. И там четко написано, что если есть основания, у тебя есть факты думать, что человек это сделал, не надо его оправдывать. Не надо... Ты сейчас сказал, что нельзя, ты сейчас сказал, что надо судить правильно. Как можно судить правильно? Мари-тайм получается. Если ты видишь, что человек говорит по телефону во время молитвы, ну, что, что тут? Ну, вот я говорю, как тогда можно их оправдывать? Меня в других вещах. Меня в других вещах. Другого в других вещах. Если у тебя есть что подумать, что он не виноват, окей, да? Но если ты знаешь, что человек украл, и вот эта вещь у него, и он не возвращает ее хозяину, не надо придумывать, придумывать, да? Он, да, неправильно поступает. Тут не надо, все-таки, тоже тишпотом и тэха. Но если у тебя есть, что подумать обратное, то надо постараться, и у тебя нету точных фактов, то нужно постараться даже в сердце человека оправдать. Тут история, да, мы знаем историю, что, да, мы много раз об этом говорили, что гава, гордыня человека, это мать всех пороков. То есть все пороки характера, все медот человека происходят от качества гава. А наоборот, смиренность человека, да, это самое возвышенное, что только может быть. Так однажды один садик сказал, что мне нравится, говорит, я предпочитаю, говорит, любить глупых бедняков. Потому что, возможно, бедняк глупый, потому что у него нет образования, и он был, он вынужден выживать, он в нищете. А многие, говорит, люди большого мнения о себе, да, с большим богатством. Кто знает, да, возможно, если бы то же самое было у бедняка, он бы добился еще большего. Рассказывает история про Раби из Апта. Однажды Рэбби из Апта ехал в какой-то город, и его пригласили в два места. Одно место его пригласил один какой-то богач в этом городе, который был такой соблюдающий, богач, но, да, он был большой хвостун, и он уже всему городу рассказал, что, о, Рэбби, конечно, выберет меня, будет где-то остановиться у меня дома. А другой был, наоборот, дом человека очень скромного, который жил на самом деле так, что называется, перебивался от времени ко времени, и условия у него были совсем некомфортабельные. И на самом деле, да, он и меньше соблюдал. Он был такой работяга. То есть не то, что там вот сидел, учил Тору. Нет, такой работяга был. Да, очень простой человек. Так как всеобщему удивлению Рэбби из Апта выбрал, он говорит, я остановлюсь где-то того, говорит. Мало соблюдающего, говорит, вот этого бедняка. И когда ему спросили, как же так, вот, Рав, у вас там все условия, вас ждет, богач в своем доме, по уровню Рав сказал так. От имени Всевышний говорит в книге Ваикра, «Я поселюсь, будет прибивать шлина моя среди евреев даже в состоянии тумы». Осквернение. Что имеется в виду, говорит Рэбби из Апта, что Всевышний не покидает даже грешника. Грешника Всевышний не покидает. Но вдобавок к этому сказано, что Всевышний ненавидит Гаву, ненавидит гордыни. И сказано в Эйрхен, в Талмуде, 15-й дав, что Всевышний говорит, как будто бы кедак и в яхоль. На самом деле это можно понимать буквально тоже. Он говорит, что нет места мне и гордецу в одном мире. Что имеется в виду? Что представьте себе, что гордыня человека это некий мыльный пузырь, который он вокруг себя раздувает. Когда человек раздувает свою гордыню, он как будто вытесняет, он как бы в обдав вытесняет. Нет никого, я один, я сам себя создал, я сам все решаю, все в моих руках. Нет как будто места Всевышнему. И с другой стороны, говорят наши мудрецы, человек, который смиренный, скромный, он наоборот создает воронку, создает к себе воронку. И тогда все благословения, благословения с небес спускаются на него. А человек, который гордец, он наоборот закупоривает, он все закрывает вокруг себя. То есть гордыня, это один из самых большой порог и вообще вызов, который есть у каждого. Это не только мы не говорим сейчас. Гордыня, это всегда идет борьба в человеке, я или Всевышний. Поэтому первая молитва, какую мы говорим каждое утро? Обратите внимание, моде они. Не они моде. Обычно говорят, я благодарю. Мы говорим, благодарю я. То есть моде они, они второе слово. Второе слово я, это последняя буква алфавита, тоже надо знать. Мы не ставим они на первое место. Мы не хотим, чтобы со слова я начинался наш день. Наш день начинается со слова благодарю. Моде. Это первая идея. Вторая идея. Однажды у одного богача из рук выпал Сидур. Тот сразу поднял его и поцеловал. А рядом все это видел Раби Моше Баян. И он ему так сказал. Он говорит, ты должен знать, что у Сидура нету чувств. А когда ты видишь человека на улице, который проходит трудные времена, и он находится в упадке, подними его, обними его с любовью. Так он ему сказал. Он говорит, смотри, очень часто мы в каких-то вещах там, да, Мизузу целуемся, Дур 10 раз целуем. Это все хорошо, не то, что это плохо, это так и надо, да, мы показываем уважение. Но надо помнить, да, эта книга, у нее чувств нету. То есть насколько тем более больше нужно относиться со вниманием к человеку, человек, который чувствует, он такой ранимый, он обидчивый, да, если у него тяжелая какая-то ситуация в жизни, то есть тем более мы должны как-то улыбкой, поддержкой оказать ему какую-то посильную помощь. И такая история здесь приводится. Вообще в наше время, когда мы говорим про бедняков, вот мы говорим, ой, нужна помощь, бедняк, человек бедняк, там, семья, там, бедная семья. Очень часто мы можем иметь в виду людей, которые действительно переживают тяжелое время, но при этом у них может быть, там, не знаю, телевизор и даже автомобиль, да, но когда раньше говорили человек бедняк, реально шла речь, человек просто умирает с голоду. У него нет одежды, у него нет еды. То есть понятие сегодня бедняк, сегодня бедный студент, у него есть горячая вода, общежитие живет, как раньше князи жили, да, у них такого не было. Можно сказать, понимать, то есть не было вообще элементарно, раньше бедняк это был человек на грани просто, да, гибели. Так вот наши цадики, они всегда из всех последних сил ходили из деревни в деревню пешком, собирали деньги на нужды таких людей, потому что они понимали, что это прямо от салатных фашот, это спасение жизни, они просто бы не выжили, да, и в то же время они собирали еще на выкуп должников паны, они устанавливали дань евреям, да, поденщики, они заставляли людей платить большие налоги, и человек, если просто он не мог, он бедный, он не смог столько заработать, его просто бросали в тюрьму. Причем бросали в тюрьму, все, бросали в тюрьму, не было такого пять-шесть лет, бросали, пока не вспомнят про тебя на всю жизнь. Так однажды рассказывали историю про Рабдаруха из Рики. Он, ему уже было за 80 лет, и он все равно нес на себя это время, он ходил из города в город и собирал деньги, собирал деньги для бедняков, и однажды одни как бы друзья обратились ему «Рэбэ, откидэйках, ну достаточно, кода Раб, ну как бы уже вам 90 лет, уже пора немножко выдохнуть, уже отдохните, да, может кто-то другой будет собирать деньги». На что им Раб ответил, вы знаете, вы не первые, кто даете мне такой совет, вас уже опередил, Ецарара, Ецарара задолго до вас уже дает мне этот совет, и говорит мне, что я уже слишком старый, как бы пора выйти на пенсию, остановись, ладно, пусть другие делают. На что, знаете, что я ему ответил, Ецарара? Я ему сказал так, уважаемый Ецарара, ты гораздо старше меня, но ты по-прежнему исполняешь свои обязанности изо дня в день. Давай с тобой договоримся так, вот когда ты захочешь выйти на покой, на пенсию, вот тогда я тоже остановлю свои добрые дела и перестану этим заниматься. Вот так вот, да, в юмористической форме ответил ему Раби Барух, но да, урок, мне кажется, здесь самый очевиден, что никогда не поздно, никогда не рано продолжать, начинать делать добро. и как, итак, друзья, мы с вами находимся в законах Дейна Мецарим, и сегодня речь пройдет про стирку. Итак, общий посыл какой, да, вот опять-таки, мы говорили про бизнес в прошлый раз, общий посыл очень простой. Меня тоже спрашивают, а ну хорошо, а как понять, я должен это делать сейчас, или я должен делать это после, то есть, это у меня горит, или это у меня не горит, вот у меня сейчас встреча предварительная по бизнес-проекту, или я готовлю какую-то работу, можно это отложить, или нельзя, кто это решает? Ответ простой, на самом деле, надо руководствоваться общим правилам. Траур, идет траур, у человека траур, вот подумайте, какими-то вещами вы бы стали заниматься или нет? Какие-то вещи вы могли махнуть и вырвать, что сейчас не до этого, а какие-то вещи, даже человек в трауре, у него дом горит, какой бы траур, не он пойдет его тушить. В большинстве случаев какие-то вещи надо делать, или ты потеряешь работу, ты понимаешь, что окей, траур, жить как-то дальше надо. Из этого исходя, какие-то вещи ты скажешь, слушай, сейчас не до этого. Поэтому, как-то посыл должен быть, просто это очень траурное время, поэтому надо как бы, если в это вникнуть, то многие вопросы станут самые очевидные. Итак, есть такая надха хамин, то есть мудрецы вынастали такое постановление, что бешаву аше хальбо, то есть неделю, на которую выпала 9 ама, запрещена стирка. Да, запрещено стирать, это еще в Талмуде написано, это, оказывается, они не стирают вещи. Это очень мало, это только неделя, на которой выпала 9 ама. Так вот, это один из видов выражения, опять-таки, того траура, про который мы с вами говорим, авелут. Человек, когда скорбит по умершему или по разрушенному храму, в знак скорби, он тоже перестает ухаживать за собой. У него уже такие постиранные вещи, то есть сразу отодвигает все вот эти вот вещи по уходу за собой, запрещено, относятся также к глажке и к химчистке. То есть, да, глажка, это считается тоже подразделение стирки, химчистка тоже, поэтому не делают эти вещи в неделю, ходите что-то сдать в химчистку или что-то постирать, надо сделать это до недели, на которую выпадает 9 ама. То есть, до шаббат-хазон, шаббатом перед 9 ама. Причем запрещено стирать одежду даже для того, чтобы надеть ее после тишаббат. Ты мог подумать, хорошо, я его постираю, не собираюсь ее сейчас одевать. Я просто стираю, одевать буду позже. Почему? Потому что, когда человек занят стиркой, это выглядит со стороны так, как будто он забыл, что он занимается. Мы скорбим, у человека там, не знаю, траур, он с стиркой занимается. Неужели это нельзя было отложить? Поэтому запрещено также отдавать одежду нееврейке, не знаю, прачечную. Они же не евреи, они могут сказать, нельзя. Чтобы надеть выстиранную одежду после 9 ама, тоже, это Шурханару, Храмо так пишет, и Миштабрура, даже не еврею, даже если ты будешь одевать после, не отдают вещи в стирку. В эти дни запрещено не только стирать, но и надевать свежую, свежестиранную одежду. И поэтому даже сейчас будем учить, может быть, не знаю, сказано это здесь или нет, но увидим, что надо сделать вещь как-то не новой, чтобы одеть чистое, накрахмаленное, не принято одевать в эту неделю, ровно как и стилить чистое постельное белье, или класть новые скатерти на столы, полотенцами, какими-то салфетками, то есть какими-то новыми, какими-то чистыми вещами, выстиранными, не новыми, имеется в виду, а свежестиранными вещами. Но по мнению Сфарадим, все эти запреты вступают в силу только Мишаад, Шабу Ашихальбу, только с недели, на которую выпадает 9 Ава. Вот так написано в Мишне, то есть Сфарадим идут четко по Мишне, но в Ашкеназим, в ашкеназских общинах принято уже начинать устражать и делать все это уже с Рошходыш Ам. То есть если у Сфарадим стирка получается только с воскресенья после Шаббат Хазон, только неделя непосредственно перед 9 Ава, то у Ашкеназим запреты стирки уже с 9 Ава. Они не используют ничего стиранного с месяца Ава. То есть у них 9 дней, а у нас там чуть поменьше, потому что Сфарадим идут четко по Мишне, а Ашкеназим неделя, на которую выпадает. стиранное даже не одеваем. Нельзя одевать чистое, крахмаленное, стиранное, нельзя даже стелить постель чистую, нельзя... А где гостиница? Все сами они меняют. Какой хороший вопрос. Тут написано, что нельзя даже не еврейке отдавать в чистку, и написано, что это отражает твой травм. А какой вопрос был? А Сфарадим говорит, если ты в гостинице, тебе и так, и так все меняют. И мне кажется, если это твое выражение траура, то есть что выражается, почему это нельзя делать? Потому что ты показываешь, что я перестаю ухаживать за собой. То есть правило очень простое. Не дай бог представить человека во время траура. Ты бы там... И человек занимается стиркой. Слушай, тебе сейчас до стирки еще не мог раньше. Тем более мы знаем, когда это происходит. То есть не гоже. Поэтому, мне кажется, даже в отеле лучше повернуть эти три дня, чтобы к тебе не заходили. И что, стелиться в самому кровать, не делать, не крахмалить. Все сделать заранее. Заранее все сделать и несколько дней полежать. В отелях мы на самом деле живем лучше, чем дома. Дома не меняем белье на кровати каждый день. А в отеле такая услуга как бы есть. Поэтому можно как дома сделать эти несколько дней потерпеть. А как не одевать именно стиранное вратку? То есть как-то в чем ходить туда? Мы сейчас увидим, что нужно потоптать, нужно поносить несколько дней, чтобы ты мог это потом одеть. То есть, чтобы не было накрахмаленное такое вот прямо новенькое. Нужно готовиться к девятому. Это такое, надо готовиться. Возьми, поноси, сегодня четыре рубашки и повесь их обратно. И они уже не называются новыми. У тебя висит девять рубашек все чистые, накрахмаленные. Возьми там за три дня поноси все девять рубашек и повесь обратно. Многие на шаббат меняют несколько раз. В шаббат меняют несколько раз надежды. И вот это не получается. На шаббат меняют? Ну, нет, в шаббат одевают несколько, несколько раз одежды. Не, он говорит, в шаббат поносить. есть другая проблема. Нельзя одевать одежду шаббат в будни. Это второе, это усыражение. Есть просто чисто шаббат пришел в обычном костюме в шаббатной шляпе. А сразу после шаббата даже не дожидаясь милавималки снимал шаббат одежды. Но большинство мефорошим говорят, что свадьба отличается. Потому что свадьба это митсва больше, чем йомтов. А йомтов еще больше, чем шаббат. То есть одежды на йомтов они должны быть лучше, чем на шаббат. А на свадьбу у тебя костюм, например. Ты купил новый костюм. Внимание, вопрос, если мы сейчас этого не знали. Когда лучше первый раз его одеть? В шаббат, в йомтов или на свадьбу? Отложить его и одеть на свадьбу. Потому что семха это худшение пишет. На чужую свадьбу? На чужую свадьбу? Нет. Митсва. Митсва это такая митсва. Шеньки дугмата. И поэтому свадьба окей, можно. Но это большой вопрос. Если ты свой шаббатный костюм одеваешь, небольшой вопрос. Я даже скажу, нельзя. Нельзя. Одеть на день рождения, пойти на какую-то тусовку, гулянку, надо постараться. Ари вообще пишет. То есть на все уже облегчение. А по Аризалю вообще жестко. Носки, нижнее белье. Ничего. У тебя должно быть все шаббатнее. То есть у тебя должно быть исключительно шаббатная одежда, которую никогда в будни даже ты не одеваешь. Серьезно? А у тебя нет костюма, которые ты в будни и в шаббат одеваешь? У меня есть костюмы, которые одеваю на свадьбы и на шаббат. И все. Ну да, есть костюм, который одеваю только на шаббат. Если у меня на свадьбу есть костюм, я могу его на свадьбу? На свадьбу можешь, но на день рождения друга или просто на какую-то. На встречу не можешь. На нем тоже можешь. На встречу не можешь пойти. Нельзя. Надо новый костюм. Шаббат должен быть в мидаме и ухат. Он должен быть особенная одежда. Лоха такая. И тоже разбирают. Там такой семан огромный разбирается, что за одежда имеется в виду. Шаббат не одежда. Мы говорим только про костюм, но не пальто. Верхняя одежда это есть кто устражает. И рубашка, и галстук. Да, галстук тоже. Галстук. Да, порезали все. То есть мы когда вообще раньше или даже сейчас поправился и так далее. Но есть исключение. Есть три уровня одежды. Сейчас целый сниман надо учить. Сейчас просто мы другую тему учим. Но раз уж мы заговорили, а есть три уровня одежды. Есть то, что ты одеваешь от осадков. Это сюда не попадает. То есть не нужно покупать шаббатные калоши, шаббатное пальто, шаббатный плащ, шаббатный это как бы тебе надо от дождя. Это может быть на все идет. Но вещи, которые под ними и которые добавляют особенный хашевуд. Они именно и есть большой махлокот по поводу обуви. И тоже большинство пуским говорят, что в то время обувь вообще не считалась чем-то мейухад. Обувь была ты ей ходишь по грязи. Обувь была у всех. Но сегодня все изменилось. Поэтому современные пуским говорят, что обувь она очень наоборот. Первое, на что смотрят это обувь какая у человека. Поэтому тоже предмет роскоши и должна быть шабатная обувь. Когда я это учил, я сразу себе обувь закрепил. Штуркам или без штурков. Все время шабат ты по сути два-три наряда еле-еле покупаешь. Получается, да. А так у тебя и тот гардероб и этот смешанный. То одну обувь оденешь, то другую обувь оденешь. Ну да, то есть больше кого это не разнообразие, а эксклюзивность. Чем одевать пять разных костюмов, но носить их каждый день, лучше одевать шабат не фит, аутфит. Вот он сразу же. А можно принять одежду на шабат из той, которая уже была, ты не знал эту аллаху, и тебе же сказать, вот это у меня или надо теперь обязательно бежать, грубо говоря, и покупать что-то. Я думаю, я думаю, можно сделать мюхан, особенно когда мы узнали что-то. Видите, настолько по праведникам сразу, как узнали, что Рабьяков пришел? Да, все знали его шабатный костюм, он был, то есть все четко, его капот, он прям, это шабатнее, это только на шабат. Кстати, по поводу Рабьяков он устражал, потому что многие наоборот говорят, что на Мелавемалку нужно быть, другие по скинам говорят, что нужно быть на Мелавемалку в шабатной одежде, потому что ты провожаешь царицу, он говорит, нет, шабат, шабат, все это хорошо, проводы, но вот она прям шабатная, он четко, он прям следил за тем, чтобы ничего, только на шабат и сразу после шабата снимал, снимал сразу шабатные одежды, они были только на шабат. То есть мы, когда, брат, в рюках, обычных, в джинсах идем на шаббат, мы как будто вообще все на свете на душах. То есть ладно еще костюм одеть на шаббат. А что же ты сейчас купил джинсы и футболку на шаббат? А не у него шаббат? У него шаббат, тогда нормально. То есть, понимаешь, окей, надо сейчас вообще надевать джинсы или нет. Вот недавно спросил у нашего Рава, у вас есть джинсы в гардеробе? Он улыбнулся, окей, есть какие-то вещи, это уже ладно. Это как гардероб, что одевать, что не одевать, это другой разговор. Но царица шаббат, мы одеваемся не для гостей, мы одеваемся не для кого-то, не для синагоги, не показать, какого мне джинсы. Мы одеваемся, заходит царица шаббат. К тебе в гости приезжает министр иностранных дел. Ты как оденешься? Наверное, не в спортивках его встретишь, и не в джинсах. Очень серьезный прием. То есть человек должен одевать и чувствовать себя так, как будто он на очень важном приеме. Поэтому, опять-таки, по возможности. То, что ты сказал правильно, я тоже так понимаю, но тогда выделять смысл. Вот министра можно посмотреть в любом хорошем костюме. Чистом, самое главное, чистом и аккуратном. А почему меня выделять? Вот это я вот имею в виду. А это тоже уважение. Ты что одеваешь? Тебя вчера в этом костюме видели, ты там на день рождения отдыхал, а сегодня я пришел к царю, и ты меня в этом костюме встречаешь? Это тоже? Если он наглажен, если он наглажен, то, что я... Я просто... Да, сам высший уровень, как ты сказал, выделять. Но запреты, я имею в виду, костюмы, которые только с самого начала, он не был одет за один день до этого. Он аккуратно очищен, почищен. Как бы он не был почищен, это другое. Это называется не одевать шаббатную одежду в будни. Это симан шурханаруха, это Аллаха. Есть разные шипотки, и особенно это человек, который ограничен в средствах, конечно, понятно, что это все говорится по средствам. Но в идеале каждый должен постараться, чтобы у него был шаббатний, шаббатняя рубашка, шаббатний галстук, шаббатний костюм, шаббатний... Окей, галстук, окей, можно там сделать скидки. Мы сказали, разные уровни одежды есть. А, и тоже, мы уже начали эту тему. То есть первое, это от осадков одежда, ее не надо на шаббат менять, не надо покупать шаббатное пальто, шаббатную шубу, шаббатную... Это не надо. Но костюм надо, и тоже белье, нижнее белье. По резалю все надо, но другие пускам говорят, что нет, как бы просто стираешь носки, и одеваешь. Что должно быть прямо вот шаббатнее, шаббатнее, и только в шаббат, и в другие дни не одевать, это костюм. То есть брюки, рубашка, пиджак. Может быть, можно облегчить там роганство. Сделать так, что у человека есть костюм, который он надевает на религиозные праздники, не только на сладку, а, например, на бармецу, на брифмелу, ем-то в шаббат, и если, например, у него прям важность встречи, это не будет, это не отделяется? Это уже считается... Сегодня эти три пункта, шаббат, ем-то в свадьбе. Да. Стараться. Причем, если у тебя на шаббат эта одежда, в ем-то в ты должен что-то еще более крутое одеть. Пусть у тебя будет под этот костюм более дорогая рубашка на ем-то в. То есть ем-то в еще должен быть. А? Элемент из этого набора могу в буднику. Нет. Мы говорим. Насчет галстука, насчет всяких этих, как бы, спор. Можно. Я думаю, можно облегчить. А вот насчет, как бы, рубашка, пиджак, брюки, должны быть такие вот прям шаббатные. Они должны быть шаббатные. И галстук, и ремень. Галстук, и ремень, я думаю, можно облегчить. Как и носки, как и все. Вот опять-таки, Аризаль говорит, все должно быть. Но есть кто облегчает. Да. Как-как? У Бенешхая был отдельный дворец, совершенно. У него был бамбин. Поэтому проводился. Вы слышите? Все, теперь идем по Бенешхаю. Но, окей, по возможностям, по возможностям, дай бог, чтобы у каждого был отдельный дворец, да, с гардеробом, да, на шаббат. Но пока, значит, окей, мы возвращаемся к стирке. Итак, что мы сказали, что у Сфарадим стирка запрещена и, да, и постельное белье и прочее, 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 химчистка только неделя, на которую упадает 9-ая Ава. А у Ашкиназим уже с Рошходыш месяца ААВ. Поэтому запрет действует, получается, несколько дней, даже у Сфарадим. Поэтому нужно как-то отложить, подготовиться к этому, да. Хахамейнав берошо, как написано, что у мудреца глаза на голове. То есть не надо в моменте думать, ой, что мне теперь, надо делать, да, надо как-то, ты уже понимаешь, что у тебя будет неделя без стирки, окей, надо подготовиться, все постирать, чтобы у тебя был запас чистых рубашек, чтобы ты нормально мог в эти дни ходить. Теперь, как это делать? Принято откладывать специально для этих дней чуть ношеную одежду. То есть как отложить? Отложить просто чистую ты не можешь, ведь нельзя одевать постиранную одежду. Чуть-чуть ношеную, да, например, полчаса. Да, полчаса. Очень хорошо, полчаса. Да, полчаса. А сейчас мы увидим, что она же может, да, по некоторым пускам меньше, но желательно полчаса поносить одежду. То есть ты не меняешь рубашку после полчаса ношения, но этого достаточно, чтобы она уже не была, она уже не считается как бы свежевыстиранной. Вот он говорит, как это делается? Бео Фен Казе. Да, как это делается? Прежде чем наступает Исур запрет одевать чистую, свежую, свежую одежду, надевают несколько смен одежды одну за другой и носят каждую смену как минимум в течение шау, часа. Я точно видел, где-то полчаса. Окей, надо постараться короче поносить одежду, которую ты хочешь одевать, в течение часа. Все, что ты хочешь одевать, час поноси эту одежду и отложи, все, и сможешь ее потом носить. Час поносить? Постельное белье, ты имеешь в виду что, просто? Да, спи на том же белье. Ну, не надо менять постельное белье. Нельзя. Нельзя менять постельное белье. Да, если хочешь, ну, можно полежать, убрать там, если боишься все. Не, не, сейчас мы увидим. Носки – это другое. Вещи, которые быстро потеют и пачкаются, мы не говорим про нижний белье. Мы сейчас увидим. Так, то есть, что мы сказали? Подготовься, возьми свои рубашки и поноси их. Три рубашки за день одевай. Три дня подряд. До того, как начнется запрет. Да, и у тебя будет там девять готовых, чуть-чуть, да, вот таких вот поношенных рубашек. Этого достаточно, чтобы они считались чистыми. Имейте в виду. Попрыгать, говорят. Попрыгать, чтобы вспотеть немножко. Нет, походить на пол просто. Да, да, даже выгодить. Вот он здесь не приводит. Может быть, шурха на руки и все равно. Да, Давид Шуэр сказал точно так. Вот там, он говорит, бросаю и прыгал на них несколько минут. И вы замеряете. Да, да, да. Окей, ну, слушай, ну, не знаю, на белую рубашку попрыгать, на кровать можно бросить, на кровать попрыгать, да? Или надо именно на пол ее бросить? Или в грязь ее на улице, знаешь, такой, да, короче. Это уже фаталити какой-то. Ну, окей. В результате так или иначе одесса уже не будет все равно. Дома ковры у всех, если на ковры у всех. Вот, вот, вот. По поводу пола, он говорит, это уже беша-татхак. Это если человек не приготовил себя, нормально, так никто не готовит одежду. Это если человек не приготовил, и он такого не могу, там, кетчуп налил на рубашку, а у меня только стираные рубашки, что мне теперь делать? Он не может ее одеть, уже вступил запрет в силу, все. Хазон Шабадзе, Хазон Закон уже, его сефардис, влашкинаст, то уже был рошходыш. А, что вот тогда он бросает ее на пол, и немного ее потоптать. Тогда он уже не будет читаться свежевыстиранной, ее можно будет надевать в эти дни. А в обычном, до Шабадзе этого можно так же потоптать? Да, зачем? Конечно. В разносить тяжелее, где-то переоденешься три раза в день. четыре раза в день. И сколько минут это надо носить? Час. Час это долго. Ты представляешь, что 16 рубашек? Нет, брат. Ты, короче, два дня выделил, просто здесь гардероб подготовить, запарился каждый час бегать переодеваться. Да. Нет, конечно работает, конечно работает. Он просто предупреждает, смотри, не надо готовиться в один день. Начинаю готовиться уже сейчас, одеваю какие-то вещи. По одному, часто меняю одежду и вешаю ее, знаешь, не бросай в стирку, ты бросаешь в стирку, что то, что прям ты уже заносил. А ты три раза поменяй одежду в день, и ты точно ее не хочешь просить, просто не повесь ее. И у тебя скопится целый гардероб на эти дни одежды, которую ты можешь спокойно одевать. Что он имеет в виду? Понятно, если ты хочешь бросать на пол там и топтать, ну окей. Да, это тем более поможет, это даже работает в самом уже, когда запрещено, тем более, это сработает до этого. Разрешается надевать чистое нижнее белье, натягивать его прямо и носки, и трусы. То есть, такие вещи мы не говорим. Полотенце для рук, какие-то вещи, которые постоянно пачкаются, они в местах, где человек потеет, мы про это не говорим. В наше время, тем более, принято часто менять все эти, и это не приносит человеку наслаждения. То есть, не то, что надеть новую рубашку на крахмаленную, поменять трусы, это как человек из души выходит, а совершается только ради гигиены. Поэтому это можно. Ага. Мазарита Америка, господин. Он говорит, что так как, поскольку мы не можем знать наверняка, когда использованные вот это вот белье и полотенце достигают степени загрязненности, при которой их разрешается сменить. То есть, окей, каждый решает сам. Кто-то меняет, не знаю, каждое утро, кто-то два раза в день после душа, кто-то, не знаю, короче. Как ты это определяешь? Тот факт, что ты определяешь, что хочешь взять новые, может быть, нельзя, поэтому он здесь говорит, что чистые, которые хочет одеть, положи, говорит, на пол. Белье и полотенце, да, брось на пол, чтобы они уже не считались свежестированными. Понимаете, да, потому что мы помним трау, человек вообще не обращает на эти вещи внимания. Когда трау, у него полотенце висит, у него точно не последнее, о чем он будет думать, как поменять полотенце. Поэтому, как бы, да, лучше все эти вещи бросить на пол, не надо бросить на пол и поднять, уже они не считаются свежестированными. Теперь, что делать, если человек испачкалось что-то? Вот он вроде подготовился, все нормально, и проехала машина, он весь в грязи. И нет у него на что поменять. Он рассчитал последний день, как раз при 9 ам, так запачкался, стыдно ему, а он не рассчитал, он думал, что в этом будет 9 ава. Стыдно ему, что ему делать? Тогда, конечно, разрешается человеку это пятно, которое у него есть, замыть водой, чтобы не выглядеть неряшнево. Потому что, да, кого-то, как сказано, наши мудрецы говорят, да, что кого-то бреет, как будто бы даже отодвигает деурай. Это человек, он не хочет позориться, это очень важно, он не должен позориться, может замыть водой, прям водой замыть. О, если это не срабатывает, он может воспользоваться мылом. Да, гешрахаем, облегчает. Свои законы, траура, шива, о, видите, все сравнивается с периодом траура. И неделя шехальбо, это шива, и дай бог, шива, это первые семь дней после смерти шива кровим, семи близких родственников. Вот какие у человека законы, вот это неделя шехальбо. Это очень серьезно. Рошходыш, это шло шим, от рошходыша 9-го ама, это шло шим. И поэтому все вот они приводят разные параллели. Кто-то включает, кто-то не включает. И поэтому в этот период разрешается отстирывать пятно водой без мыла. Если же пятно не отстирывается, человек может воспользоваться небольшим количеством мыла. То есть не стирать рубашку, а вот это место нормально как бы очистить. А вот он привел, что уважение к людям столь важно, что ради него можно отменить заповедь Торы. Это Талмуд, это Талмуд, Брахот, 19-й дав. Так, вернемся. Вернемся. Да. О, шабатнюю одежду нельзя одевать. Даже не свежестиранную. У тебя грязная шабатня, ты в шабат хорошо провел. Да. У меня там есть какой-то костюм, да, который у меня в несколько шабатных там нарядов, и один я уже заносил. Я решил его сделать, да, я решил его убрать. У меня, по-моему, последний. Э, пожалуйста. О, прислезь. А, ты мне еще дождь, что-то в жидко. Есть? Ну, не нужно. Нет? Почему нет? Почему нет? У меня есть еще машина. Здесь машина. Да, конечно. И вот что. Получается, что человек говорит, я хочу свою шабатню уже, я хочу ее сделать будничной. Ты не можешь шабатню одевать в будни. Даже не свежевыстиранную. То есть, нельзя одевать свежевыстиранную. А шабатню просто нельзя. Даже которая заношенная, шабатня. Получена шабатня. Видите, как бы шабатня. Видите, это имеется в виду, даже если ты решил, что ты хочешь этот шабатник сделать будничный. Надоело, ну, заносил его, знаешь, сколько ношу уже. Неудобно. Купил новый шабатник, а он хочет его носить в будни. Не в эти дни. В эти дни нет. Этот запрет вступает в силу по, согласно сфарадим, шаборших альбо, а согласно наш кинозим второго ава. Второго ава. Да? То есть, сам рошходыш ава еще нормально. Теперь, на исходе шаббат хазон. Нужно сразу снять всю нарядную одежду. Но, да, есть исключение, это авиабен, сандек и моэль, то есть, а также хатаны кала, кватеры, которые там, все, все, кто участвует в хупе или в бритмиле, они могут надеть нарядную одежду. Опять-таки, мы говорили с вами, потому что, да, бритмилу мы не контролируем. Ребенок родился, и у него восьмой день бритмила. Бритмила – это митсва, это солдат митсва, ничего себе, все там митсва. Окей, это отодвигается, траур, это отодвигается. Окей. Куда можно? На бритмилу. Но только те, кто не посовет. Папа, папа ребенка, сандак, моэль и кватеры. Это те, кто выносят на подушечке, короче, там, да, это тоже ашканский обычай, что есть такие кватеры. Ну, да, кватеры. Окей, и маленький, буквально, семанчик, у нас время уже вышло, буквально, да, что касается детской одежды, да, там, или больницы, конечно же, да, мы не говорим про детей. Мы знаем, как наши дети себя ведут. Дети пачкаются так, что, слушай, если ты будешь, ты не напастешься на них одеждой, поэтому разрешено стирать детские постельные белья, одеяло. Если ребенок забочил их ночью, не проблема. Многие авторы, вообще разрешают случай необходимости стирать одежду детей. Даже старшего возраста, они тоже нередко пачкаются. Не то, что ребенок под себя там штаны там сделал, нет. Даже старший ребенок, они просто, они активны, они бегают, прыгают, они не смотрят, что на них чистая одежда. Они лазают, они везде пачкаются. И когда стирают, в этом нет, нет у человека столько одежды. Поэтому здесь нет проявления радости в стирке детской одежды. А согласно ашкенадскому обычу, это вообще для катхила разрешено до шаббата хазон. То есть они в детской одежде все согласны, ашкенадзим и сфарадим, что до шаббу ашехальбу можно. Но после шаббата хазон ашкенадзиму устражают даже с детской одеждой, что прямо если вся одежда испачкалась и просто стыдно ребенка так одевать, они, окей, они ее стирают. Да, облегчают. А так, знаешь, он частично чистый, все, носки же чистые, иди. Он такой, мама, посмотри на меня. Но, если какая-то, то есть они устражают, стараются даже с детьми как бы уже не стирать. Если стирают в стиральной машине, запрещено класть туда одежду взрослых. То есть не подумай, а я же стираю детскую, ну может я подкину что-то взрослое. Сушить, выстрянную одежду дома, тоже желательно где-то лобетсина, это называя, да, бетсина, точнее, скрытно. То есть, опять-таки, чтобы люди не видели сейчас, детей детям, могут подумать, что ты свою стираешь, да, моритайн, законы моритайн, да, если ты уже занимаешься стиркой, дело это не на виду всех. В больницах, окей, в больницах, понятно, разрешается стирать, менять постельное белье, все, да, может стирка в больнице это другая причина, инфекции и прочее, здесь вообще никаких проблем, это не связано ни с какой радостью, тем более, да, люди меняются, цицилиезер, да, когда ждать, чтобы новый, кто приходит в больницу, немного потоптал чистое постельное белье, прежде чем, окей, есть те, кто сражают, пока не пройдет пост, окей, 9-го. Шкоах работай, это были законы стирки, до купания мы не дошли, поговорим завтра с вами про купание, мы, на самом деле, уже очень подробно обсуждали купание, немножко повторим, резюмируем, может мы уже забыли, да, что касается купания, бассейна, плескания, и также уже новые законы, будем говорить про Шамсава, Шаббат Хазон, и непосредственно, да, уже дни перед 9-м авра. Всеми шаркоах, прощаюсь с вами, хорошего всеми дня. Брухим ти ю, брухим ти ю.